Сегодня, 10 января, объявлен днём общенационального траура в Казахстане. Сегодня в нашей стране приспустят все государственные флаги. В этот день мы отдаём дань памяти и уважения мирным жителям и сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, погибшим в ходе массовых беспорядков в стране. Почтим их память минутой молчания. Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы, посвящённой трагическим событиям, произошедшим в стране. У нас в студии секретарь маслихата города Алматы Станислав Конкуров. Здравствуйте, Станислав Владимирович, Вам слово. Здравствуйте! В первую очередь разрешите выразить глубочайшие соболезнования всем семьям погибших, мирных жителей, полицейских, военнослужащих, а также тех других людей, которые стояли на страже порядка в нашей стране. Очень сложный период, наверное, за всё 30-летие нашей независимости. Мы сейчас проходим, в стране введён режим чрезвычайной ситуации, и в этот период главной опорой всех казахстанцев стал наш президент, Касым Жумар Кемель Штукаев, который является гарантом конституционного строя и обеспечил то, что в стране сейчас у нас ситуация нормализуется, все граждане сплотились, объединились и верят своему президенту. Я сам участвовал, был перед этими событиями, когда начинались митинги, и я Вам могу сказать о том, что на площади перед Акиматом, не то что разговаривать с этими людьми, находиться было очень небезопасно, летели камни. Молодёжь и кто подходил, это были практически все люди в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, стеклянные глаза, в руках были энергетические напитки, дубинки, оружие, то есть это было очень страшно. И поэтому очень важно, что в это время все казахстанцы сплотились вокруг президента, правильное было принято решение обведения сил ОДКБ, которые сейчас обеспечивают безопасность стратегических объектов. Военнослужащие и полиция смогли ресурсы свои перебросить на антитеррористическую операцию, которая до сих пор продолжается. Поэтому мы, граждане, призываем беречь себя, выходить на улицу только по необходимости и быть очень осторожными. В случае, если Вы слышите какие-то очереди, выстрелы, то отходить от окон. Я хочу коротко сказать о том, что сейчас жизнь в городе восстанавливается. Уже на сегодня откроется порядка 100 супермаркетов будет работать. Из 220, 53 АЗС планируется, что уже сегодня начнут работу. Порядка 111 аптек, в том числе круглосуточные. Рынки открываются. Сегодня будет запущен один из маршрутов общественного транспорта. И ежедневно это количество будет нарастать. Работают бригады по восстановлению светофоров, объектов общественного пользования, инфраструктуры. И я думаю, что в ближайшее время мы полностью придем к мирному существованию и восстановлению инфраструктуры города. То есть ситуация в городе стабилизируется? Ситуация в городе однозначно стабилизируется. Мы уже не имеем данных о жертв. Идут контртеррористические операции, но она проходит точечно, практически с минимальной угрозой для жизни мирного населения. То есть это не перестрелки, это точечно выявляют бандитов, террористов и зачищают город. Есть приказ стрелять на поражение без предупреждения. Хочется отдельно сказать о том, что в эти дни наши депутаты Маслехата, наши друзья-спонсоры, когда была сложная ситуация, была проблема с поставками в больницы продовольствия и продуктов для пациентов и врачей. В этот период мы решили оказать спонсорскую помощь. Собрали 20 тонну продовольствия. В 10 больниц города, где были проблемы с поставками, мы эту помощь направили. Также много поступало обращений от врачей о том, что приезжают террористы, преступники, заставляют под дулом автомата делать перевязки своим, так кавычка сказать, товарищам, отвлекаться от других пациентов. И поэтому в этот период мы совместно с ветеранами боевых действий в Афганистане, Таджикистане и другие создали бригады, которые осуществляли сначала 5, потом 7 больниц охраны ночью. И благодаря этому врачи могли работать спокойно. Также я хочу отдельно благодарность сказать Союзу ветеранов локальных войн. Это Мурату Абдушукурову, Марку Бейдали, которые приняли участие в этой работе. Восстановление города идет, все службы работают, штаб города во главе с Акимом города работает с первых дней, круглосуточно. Граждане обращаются к нам, какую можно оказать помощь. Наши меценаты, вот могу отметить Гаджи Гаджиев, он президент Ассоциации ММИ Республики, он помогает сейчас горячими обедами, он привозит на социальные объекты правоохранительным органам. Ну, честно сказать, все и полицейские, и спецслужбы, они все находятся на работе уже круглые сутки, естественно. На боевом посту. Да, на боевом посту, и, естественно, нужно их поддерживать. Городской штаб полную мощь работает. Я думаю, что в ближайшее время все восстановительные работы будут сделаны. Аким посещает больницы, беседует с теми, кто пострадал. Сам лично принимает участие во всех мероприятиях, которые проводятся в городе. И мы будем всеми силами заниматься восстановлением нашего родного города. Завтра президент Казахстана выступит в парламенте, и будут озвучены кадровые перестановки. Будет, скорее всего, сказано о новых реформах, которые ожидают нас, народ Казахстана. Каких реформах идет речь? Каких реформ нам ждать? В этой ситуации мы должны сделать очень большие выводы, анализ провести. Честно сказать, в первую очередь, наверное, мы сейчас почувствовали истинное значение слова «стабильность», «мир». Когда это самое важное в стране, мы почувствовали, когда пандемия, что когда желаешь друг другу здоровья, это не просто слова. А сейчас очень сложная ситуация, и, естественно, весь государственный аппарат делает выводы, проводится большой анализ. И 11 числа уже озвучено, завтра в парламенте президент выступит. Я думаю, что будет озвучен новый состав правительства Республики Казахстан. Мы уже видим, что часть кадровых перестановок сделана, произведены задержания. К сожалению, такая ситуация сложилась не только под влиянием внешних сил, но и внутренних. Когда от заигрывания, от, казалось бы, мирного протеста, который был удовлетворен по инициативе президента, вопрос был снижения цен на газ, это очень справедливое, был вопрос у населения. Все мирные требования были удовлетворены, и об этом и говорит президент, и об этом и есть концепция слышащего государства. Но когда это все превращается в мародерство, в беззаконие, когда это угрожает жизни гражданам, бизнесу, то в этом случае, естественно, мы должны действовать жестко. Это действительно были настоящие террористы, с которыми просто не нужно было разговаривать, а действовать нужно было жестко и, самое главное, понятно. Скажите, пожалуйста, сейчас перед депутатами Маслихата какие задачи стоят? В первую очередь мы сейчас в оперативном порядке, которую работу проводим, я вам сказал, мы стараемся помочь городской инфраструктуре, социальным объектам быстрее восстановиться и в первую очередь обслуживать наших граждан, больных, пациентов. В дальнейшем Маслихат – это представительный орган. Я думаю, мы будем проводить ряд мероприятий, сессий, где будут уточняться различные меры, которые будут принимать город по стабилизации ситуации, по экономике города, потому что очень сильно пострадал бизнес и, возможно, будут пересматриваться какие-то параметры бюджета города. Поэтому депутаты, как члены представительного органа, будут всецело оказывать поддержку и принимать те решения, чтобы быстрее восстановить город и не допустить события, которые произошли. Каким образом будут регулироваться цены? То есть каким образом будет осуществляться стабилизация цен на продовольственные продукты? На самом деле вопрос цен, он не только сейчас возник, цены действительно растут. И, к сожалению, имеют место спекулятивные сговоры, в том числе, как было и по газу. И это очень бьет по населению, потому что доходы не успевают расти, как цены, как расходы. Поэтому вопрос, то решение, которое принял президент о государственном регулировании цен на теплоносители, на часть продовольственной корзины – это очень правильное решение. И вот в ближайшее время мы будем этот вопрос с Акиматом и с Палатой предпринимателей отрабатывать. И сейчас уже работа проводится по мониторингу цента и не допущению завышения ситуации. Все контакты жителей знают, если видят, где есть завышение цен, можно звонить и предупреждать. Туда будут вырежать мониторинговые группы. По каким номерам можно связаться с жителем и рассказывать о тех нарушениях, которые они заметили? Номеров много, мы вам предоставим, чтобы вы давали в бегущей строке в течение дня. Скажите, пожалуйста, ну вот теперь, какую работу над ошибками нам сейчас нужно провести, чтобы не допустить такой ситуации? В первую очередь, я думаю, вопрос правоохранительной системы. Об этом сказал президент. Неслаженность действий, невозможность защитить себя и граждан – это очень большая глубинная проблема системы правоохранительных органов. В первую очередь, надо ей заняться. Система специальных органов, система военных подразделений, согласованность их действий. Сейчас мы в первую очередь видим о том, что первая ступень – это замена кадрового состава, то есть руководства. Тех правоохранительных специальных органов, которые, по сути, не справились с той задачей, которая стояла по обеспечению безопасности мирного населения. То есть это кадровые вопросы в первую очередь. Второе – это глубокие реформы, которые будут произведены в целом государственном аппарате. Президент уже об этих реформах объявил два года назад. Мы движемся на этом пути, и я думаю, что все необходимые выводы будут сделаны для того, чтобы не допустить в дальнейшем такую ситуацию. Здесь не обошлось и без внутреннего участия, и без иностранного участия. Вот я когда был в толпе, слышали разговоры, там речь я не слышал никогда, ни на казахском, ни на русском, непонятно. То есть это была иностранная речь? Да, иностранная, да. Вот сейчас, на сегодня, в городе уже задержано порядка 900 человек, которые принимали участие в погромах о мародерстве. Выводы также мы должны сделать в нашем информационном поле, потому что сейчас источником информации для граждан во многом являются социальные сети. И проверить достоверность этой информации никак невозможно. То есть многие люди, сидя на диване, пишут такие вещи, призывают людей к беспорядкам, сами никогда не выйдя на улицу. Да, мало того, что пишут из-за рубежа и призывают людей, но никаких конструктивных требований не высказывая. Все конструктивные требования мы выслушиваем, по ним принимаются решения. Президент лично мониторит те вопросы, которые поднимает население. Однако у этих людей цель не повысить благосостояние граждан, не сделать так, чтобы мы жили лучше. Их цель вести нашу страну в хаос, чтобы было безвластие. Вы представляете, если вот такие люди, которые были мародерами и грабили магазины, отрезали головы солдатам, если они придут к власти. Что это будет? Поэтому мы все казахстанцы должны сплотиться вокруг нашего президента, чтобы все граждане страны могли чувствовать свою безопасность, все государственные органы работали слаженно. А все те проблемы и задачи, которые перед нами стоят, я думаю, мы преодолеем в диалоге. Вот войск ОДКБ, вот тоже такую неоднозначную реакцию вызвал у многих. Кто-то говорит, что это потеря суверенитета. Зарубежные средства массовой информации тоже неправильно трактуют, скажем так, вот эти действия. Каково ваше мнение и что мы можем сказать нашим телезрителям? Я вам скажу о том, что мнения пытаются сформировать те же источники, которые были задействованы вот в этих беспорядках. Диванные эксперты? Не только диванные эксперты. В целом казахстанское общество, эксперты, политические, обозреватели и граждане, все, мы разговариваем ежедневно, все поддерживают войск ОДКБ. Почему? Потому что в тот момент, когда уже невозможно было удержать административные здания, когда началось мародерство, мы не могли силами действующего правопорядка навести порядок, то в этот момент прибыли войска ОДКБ. Это очень правильное решение, которое, очень важно, не участвует в каких-то перестрелках уличных, ни в коем случае не угрожают жизни безопасности наших граждан. Они в первую очередь охраняют административные объекты для того, чтобы армия и полиция могла высвободить свои силы и заниматься контртеррористической операцией. Это очень верное, правильное решение, также демонстрация поддержки курса нашего президента со стороны союзных государств, которые находятся, и мы всегда друг другу помогаем и выручаем. Это те государства, которые направили сюда военный контингент. Я думаю, что помощь проводится не только по охране, однозначно помощь проводится по организационной работе. Наверняка на уровне спецслужб будут взаимодействия и так далее. Все это направлено на то, чтобы наш конституционный строй был не нарушен. И это в первую очередь направлено на то, чтобы мы не лишились независимости. Если таким образом захватили бы дальше все здания административные, покушались на телеканалы, то мы бы, к сожалению, могли бы потерять многое в нашей стране. Наоборот, наши союзники помогают нам удержать независимость, удержать порядок в стране. Это миссия временная. Когда правопорядок будет нормализован, все военные будут направлены в те страны, которые их отправляли. И мы очень благодарны нашим союзникам, нашим соседям, которые помогли. Об этом отметил президент, в первую очередь, Российская Федерация. Вот буквально вчера отправили, звонят ребята, которых мы не знаем, с Киргизии, привозят хлеб. Очень много помощи. Вот буквально сейчас Кенеша Бишкека звонили. Мы готовы оказать помощь. То есть это наши братья, которые нам помогают, и мы их за это очень благодарны. То есть помощь сконцентрирована не только в самом городе Алматы, но и союзных республик. Конечно. Мы завершаем нашу программу. Время нашей программы подошло к концу. Что вы можете сказать сейчас нашим телезрителям? В первую очередь я хочу сказать, берегите себя, берегите своих близких. Не выходите зря на улицу. Это простое правило. К сожалению, мы видим много зевак на улицах. Выходите только по необходимости. Как я уже сказал, если вы слышите выстрелы, отходите от окон. Берегите своих детей. К сожалению, и дети тоже пострадали. И у нас есть потери. Мы сплотимся все вместе вокруг нашего президента. Каждый своим усилием будем отстаивать конституционный строй, мир и стабильность в нашей стране. Будьте здоровы. Аман Саввандзар. Уважаемые алматинцы, в такое трудное время, когда на нашу долю выпало испытание, мы должны проявить единство и сплоченность. Мы должны защитить и сохранить наш город. И помните, сила в единстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова